Сергей, поздравляю с красивой игрой. Вы как герой матча, без всяких этих самых, вы сами меня понимаете. Ваши ощущения, ваши чувства. Знаете, я в очередной раз убеждаю, что чем сильнее соперник, тем сильнее играет наша команда. Зная то, что БК Московский не потерпел ни одного поражения, мы настраивались на этот, не знаю, как на последний бой. И действительно этот настрой помогла, конечно, бешеная поддержка зрителей. И то, что мы сделали в концовке, увидели сами, мне кажется, ну, это первый раз в жизни я вижу такие подвиги. Ну, не хватило совсем чуть-чуть. О чем вы думали в тот момент, когда бросали на последних долях секунды мяч в кольцо? Я не скрою, потому что я думал, что мяч уже в кольце. Я видел мяч в кольце, я видел овертайм, но на деле оказалось совсем по-другому. А в этот момент на вас спалили или это было неважно? Нет, в полу вообще никакого не было, не было даже контакта. Кого бы из игроков Московского вы выделили? Наверное, я бы выделил Лукина и Грещенко. А из своей команды? Ну, безусловно, Сергей Бондарев, Максим Соколов и, конечно же, Давид Зиугаев. Какие у вас планы на плей-офф, на какое место рассчитываете? Ну, кроме первого, понятно. Ну, и понятно, конечно, что я рассчитываю на первое, но на данный момент мы находимся на четвертом месте. Осталась последняя игра с бизонами. И, насколько я знаю, как бы мы ни сыграли, мы все равно останемся на четвертом месте. Конечно же, рассчитываем в плей-оффе, в топ-16, выйти из группы. А уже, когда пойдут игры на вылет, там уже мяч круглый, поле ровное. Хорошо, Сергей, спасибо за красивую игру, спасибо за интервью, желаем успеха.